всем привет сегодня у меня samsung с 65 такая вот моделька принесли мне с другого сервиса с проблемой не включается не заряжается вот значит изначально я поставил сюда между зарядки вот этого телефона такое же гнездо зарядки у нас идет на galaxy as и самый первый по-моему эти гнезды шли с самого начала на него вот на нем стояла вот такое гнездо на сталкивались все кто занимается ремонтом то есть это гнездо от samsung galaxy 9000 это с с виду они вроде бы одинаковые но самом деле они перевернуты контакты у них перевернуты плюс минусом совсем в противоположных направлениях вот результате чего я снял это гнездо поставил правильное гнездо и телефон не включается после осмотра системной платы сейчас покажу эти да здесь грели здесь вот у нас текстолей подпалено чуть и здесь вот можете увидеть контроллер питания микросхемка питания на ее явно нагревали видать не могли разобраться в чем проблема и нагревали микросхема питания вот она вижу здесь следы флюса то есть не знаю снимали ее не снимали грели не грели вот телефон перестал включаться скорее всего проблема в ней потому что подключаем блоку питания включаем телефончик блок питания нам показывает 0 59 0 62 0 63 вольта и и так далее поднимается 64 отпускаю кнопку и вот скорее всего проблема в контроллере питания который мы сейчас сейчас мы сейчас заменим заряженная батарейка у меня то же самое если подключить батарейку ставить зарядку причем батарея заряженная ни хера ничего не показывает видите так нет у меня этой самой микросхемки питания вот сейчас я попробую ее перекатать это у нас это у нас схема PM 8029 так давайте снимем очень часто мне приносили раньше телефоны с перевернутым гнездом зарядки то есть ассы и и и и и galaxy s с виду банк они вроде бы похожи ну как видите совсем в разных сторонах находятся противоположных сторонах находятся контакты плюсы и минусы 300 градусов у меня стоит температура воздуха стоит она копейки если бы быстро прислали в принципе можно было поставить с этим телефоном отдельная история очень просили его сделать какие-то важные контакты не знаю сам телефон уже давно снял с производства с 65 до 0 я даже не знаю сколько он стоит если он вообще есть если его можно найти мне кажется максимум 50 40 50 евро цена его но попросили очень попросили сделать дело даже не в деньгах очень просят мы идем навстречу делаем итак сняли микросхемку питания пакетов этого у меня нету сейчас я попробую судя по всему и и поднимали уж слишком уж она контакты помешаны размешаны все или поднимали наossка неуклюже двинули ее итак не нашел ни один трафарет всего набора ничего не подходит под эту микросхемку питания ничего не совпадает вообще как-то странный шаг у него итак попробую ее поставить без трафарета без накатывания добавляем припой на всю плату естественно под микроскопом так вы ничего не увидите просто возьмите припой на паяльник очищены и равномерно по всей микросхемке питания раскидываем припой приблизительно вот такими движениями распределяем припой на контакты естественно все это должно быть под флюсом сделать под микроскопом все готово очищаем очищаем микросхему такая вот беда у нас сейчас я покажу насколько удастся видно да то есть контакты я немного приподнял припоем конечно далеки от заводских но тем не менее посадить можно и то же самое сейчас можно нужно сделать на системной плате берем припой обязательно флюс чтобы был и Проверяем под микроскопом. Контакты, которые остались пустыми, в смысле без припоя, можно прям паяльником, острым жалом добавить припой на пустой контакт. Давайте попробуем поставить. Удаляем отработанный флюс. С микрохи тоже самое. Добавляем муи. Так. Не перепадать направление. Устанавливаем. Маломата прибоя, конечно. Но я не раз так делал. Вот. Все получалось. Все работает. Единственный косяк, конечно, этого способа. Я имею ввиду способа стоять в микросхемке без перекатки. Часть перекатки. Единственный косяк – это срок службы. Я так считаю. Потому что чем больше припоя на контактах, тем, мне кажется, устойчивее будет микросхема находиться на системной плате. Включаем фен. 350-320 градусов я выставил. Так. У меня уже съехал. Это… Мога припадатиary. Сау. … На. Встала на место. Если посмотреть сбоку на эту работу, то там не увидите практически щели, потому что она впритык сидит. И, соответственно, при падении телефона она может легко отлететь. Ну, не легко, но остужаем плату, убираем флюс. Встала на место. Давайте посмотрим, что у нас происходит. Вот такой вот телефончик. Давайте подключим зарядку. В принципе, можно включить. Давайте начнем с зарядки. Как видите, установка микросхемы питания прошла успешно. Все заряжается, поэтому не отчаивайтесь. Если нет под рукой нужного трафарета, можно сделать вот таким способом, каким я сейчас сделал. Ну и говорю, да, я уже достаточно много сделал, переставил микросхемы. Не только микросхемы питания, микросхемы Wi-Fi были. Без перекатки, без добавления, точнее, с добавлением припоя. Просто обычным паяльником. Одинаковое количество припоя на микросхемку и на системную плату. В принципе, все будет стоять. Нормально. Держаться. Работать. По крайней мере, мне пока еще ничего не возвращали. Давайте включим. Посмотрим, как он все ведет. Потом я его дособеру. Проверим немного, не отключается ли он. О недостатке основном я уже сказал. Еще раз повторюсь, чем меньше припоя между системной платой и микросхемой, тем неустойчивее она будет находиться на системной плате. То есть при падениях, конечно, она выйдет из строя намного быстрее, чем заводская или накатанная микросхема. Дальше. Все работает. Зарядка идет. Все отлично. Итак, друзья, всем спасибо за внимание. С вами был Дов. Подписывайтесь на наш канал. Оставляйте комментарии. Всем удачи в ремонте. До новых встреч. 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 Продолжение следует...